Анатолий Горячок Вы выступали от команды России и взяли золото в тяге с результатом 297,5 килограммов и бронзу в сумме троеборья с результатом 690 килограммов. Мы безусловно поздравляем вас с таким прекрасным результатом. Ну а вот вы сами довольны своим выступлением? Вы понимаете, насколько было это все тяжело. Мы с главным тренером, с Павелом Михаилом Вадимовичем раз поехали, у нас не получилось. Второй раз поехали, у нас тоже не получилось. Но мы сели, поговорили, договорились. Он мне просто сказал, третий раз должно получиться. Мы собрались, обдумали план, который будет на соревнованиях. Обдумали и план сработал. Хотя так, если по большому счету я не добрал это в тяге можно было. И плюс технические ошибки о том, о чем мы и говорили. Получилось так вот. Насколько я знаю, что ваш результат можно считать рекордом? Ну это стадного тяга, я не перебил, а повторил рекорд России. Хотя, ну если там надо было бы, там же тоже парень выходил, ну, состава России, выходил на 292. Ой, на 282, он 200 тянул. То мне надо было просто тянуть 300 килограммов. А 300 килограммов это был бы рекорд России. Какие вообще ощущения испытывает спортсмен, который представляет Россию? Вы понимаете, как бы я с годами уже это все делаю. Это моя работа. Ну, я просто выхожу, делаю свою работу. Но очень сильно ответственность. Потому что, о чем же речь идет, что первый раз у нас не получилось. Это было в Минске. Второй раз тоже не получилось. Это в Чехии. Я был в Минске пятый на чемпионате мира безэкипировочном. В Чехии в экипировочной я был четвертый. Там тоже как бы, ну, ошибки. Ошибки технические. Ну, в этот раз мы сели с Михаилом поговорили. Он мне просто объяснил, что надо вот так, так делать. И делаем так. В команде мы все это сделали. Сегодня вы представляете, да, свои медали. Позвольте, я прикоснусь к вашему золоту. Это очень красивая и весомая награда. Если говорить о прогрессе России в части пауэрлифтинга. Какие конкуренты сейчас на международной арене есть? Ну, на Европе. Мы Европу выиграли командное место. На мире, конечно, американцы намного больше поднимают. У них, конечно, этот вид спорта, как считается, их вид спорта. У них очень этот спорт развитый. Хотя у нас тоже неплохо этот вид спорта. Плюс и в городе у нас хорошо развитый вид спорта пауэрлифтинга. В продолжении темы, Россия действительно является одним из лидеров пауэрлифтинга. Да, лидер пауэрлифтинга, да, это есть так. И в Севастополе, вы правильно сказали, активно развивается. Да, и в Севастополе тоже. У нас проходят чемпионаты. Чемпионат города. Крым иногда проходит. У нас на самом деле очень команда хорошая. Плюс у нас есть хорошие тренера, которые, если человек придет, его научат. И ему объясняют, как поднимать. Его подзают на соревнования, и он будет показывать результат. У нас научат. Так что пускай дети или кто хочет заниматься, приходят и их научат поднимать. В продолжении темы севастопольских побед, Михаил, расскажите, пожалуйста, какие победы севастопольских спортсменов в этом году можно назвать знаковыми? Ну, я хочу, да, от себя, конечно, отметить высокий уровень спортивный Анатолия. Потому что категория до 74 килограмм весовая, в которой он выступал, она всегда была очень престижная. Она примерно посередине находится. И там всегда много участников, и они всегда очень серьезно подготовлены. То есть уровень был настолько равный у всех, и настолько серьезная тактическая борьба была, что Анатолий, да, может, он и хотел бы этот рекорд побить, но ему просто не дали, потому что его вели на то место, которое он занял. Да, именно тактическая борьба, постоянно расчет идет, постоянно прикидка по соперникам. Я простите, перебью вас, что значит тактическая борьба? Это какие-то козни со стороны соперников или что? Ну, бывает и такое, да, но в рамках правил, естественно. То есть и протесты подают, если сомнительное судейство, еще что-то. Но тактическая борьба – это просто арифметика. То есть соперник поднял такой-то вес, заказал такой-то вес, значит, нам надо такой-то вес поднять, чтобы его обойти, либо придержать, чтобы он нас не обошел. Плюс там собственный вес спортсмена влияет. То есть, если, например, два спортсмена подняли одинаковую сумму, собрали, да, то выиграет тот, кто легче. Соответственно, надо тоже на это ориентироваться. Выводящий тренер, он должен быстро считать, у него должен быть, опыт должен быть. И он должен иметь дар предвидения, то есть по сопернику понять, поднимет он следующий вес или нет, или это блеф, может быть, может он перезакажет. Также и по своему спортсмену-подопечному понять, готов он на этот вес или нет. Может быть, он будет говорить, ставьте, ставьте, а в итоге он не поднимет. То есть это тоже высочайший профессионализм. Вот. И также я хотел отметить очень убедительные, пока не победы, но призовые места на Кубке Европы по классическому жиму лежа у Назаренко Алексея. И бронзу на экипировочном жиме лежа в Финляндии, тоже Назаренко Алексея. Он серьезный жимовик, я считаю, он может стать и выдающимся жимовиком. Со временем ему, вот сейчас 30 лет, как раз расцвет. Прокопова Екатерина очень ровно выступала. Ну и вообще у нас очень неплохой состав. То есть все в Севастополе представлены все спортивные уровни, как разрядники, так и мастера, так и члены сборной России. Вот. Показателем этого вот в эту пятницу будет церемония награждения, так и называется, лучший спортсмен года. Или спортсмен года от управления по делам молодежи и спорта. Ну я пока забегать вперед не буду, но я знаю, что наша организация, она в числе лучших. И вы постоянно доказываете, что вы лучшие как раз вот этими победами на соревнованиях. Насколько я знаю, что это не последний рекорд. В конце декабря севастопольские спортсмены установят новый результат, новый рекорд. Они хотят протянуть состав по железнодорожной части Крымского моста. Расскажите, пожалуйста, подробнее процесс вообще подготовки, откуда эта идея такая появилась. Давайте расскажу детали. Ну, во-первых, не только севастопольские и не только пауэрлифтеры. То есть у нас есть еще направление работы, это силовой экстрим. А силовой экстрим это и соревнования, и рекорды, и уникальные достижения, какие-то акции, которые связаны с силовыми возможностями человека. У нас в команде на данный момент я, Савченко Алексей, который тоже из Севастополя, тоже член федерации пауэрлифтинга Севастополя. Мастер спорта международного класса? Да, он тоже серьезный спортсмен и в прошлом, и сейчас тренируется. Михаил Иванов, мастер спорта по пауэрлифтингу, он представитель Ассоциации российских силачей по Ростову и Ростовской области. Регистрировать рекорд будет Грищенко Василий, главный тренер сборной России по силовому экстриму. Ну и, соответственно, наша федерация и Ассоциация российских силачей в данном направлении будут вместе, скажем так, заниматься этим вопросом, установлением этого рекорда. Идея пришла, в принципе, мы спортсмены, но мы люди, мы жители Крыма, мы неравнодушны к событиям, которые здесь происходят. Я считаю, что постройка Крымского моста и окончание постройки – это как раз-таки открытие железной дороги, то есть завершение этого проекта. Я считаю, что это историческое событие, что это действительно шаг очень серьезный к интеграции Крыма и России. И такая идея, она, в общем-то, достаточно простая, но оказалось, что она интересна и средствам массовой информации, и людям, и со спортивной точки зрения. Планируется 26 декабря в рамках мероприятия по встрече первого поезда Москва-Симферополь на вокзале Симферополь, не на мосту. Сначала хотели на мосту, но там в декабре ветер очень серьезный, бородует, то есть это как бы связано будет с риском. Прямо на вокзале мы вот втроем планируем, ну, пока на репетициях 840 тонн был предел этого состава. Это 10 вагонов и 2 электровоза. Ну, посмотрим, если дадут такую возможность, может быть и больше, там до 1000 тонн мы поднимем. Ну, вот хотим сдвинуть место и протянуть какое-то расстояние этот состав и посвятить это достижение вот этому историческому событию. То есть, как от себя, просто такая спортивно-патриотическая акция. Изначально у нас в составе был Александр Молодцов, член сборной команды России по селам Экстрим, он тоже севастопольский. Ну, к сожалению, во время первой репетиции он тяжелую травму получил, разрыв ахиллова сухожилия и, ну, пожелаем ему скорейшего восстановления. Пришлось замену произвести. Анатолий, вы как титулованный пауэрлифтер, как вы считаете, как нужно готовиться к вот такому рекорду? Там надо тренироваться и много кушать. Это слишком простой рецепт, наверняка есть подводные камни. Да, это главное всего, это кушать и отдых. Ну, хорошо, какие должны быть тренировки? Вот, условно, насколько я знаю, что к обычным соревнованиям пауэрлифтеры готовятся очень, ну, обычно. То есть, они ходят в спортзал, они постоянно увеличивают свой вес, но, извините, это состав. То есть, это нужно очень много сил иметь. Ну, я тут в этом спорте, я, конечно, не понимаю. Ну, я знаю, как у себя готовиться, как им готовиться. Как бы вы готовились? Ну, я бы к такому не готовился, потому что у меня, ну, категория маленькая. Ну, я бы не смог бы, наверное. Ну, я тогда, с вашего позволения, чуть-чуть расскажу, открою. Ну, это и не секрет, это просто смекалка. Ну, надо максимально сымитировать вот это первое усилие. Дело в том, что, ну, поезд, это не автомобиль, он катится, да, по рельсам достаточно плавно. Но задача состоит в том, что мы все трое мы весим, там, ну, ладно, там, даже то, что мы тяжеловесы, 400 килограмм, там, на троих, это максимум. Ну, и усилие мы можем развить максимум, там, в полторы тонны, да, импульс какой-то разовый. А вес состава, ну, пусть будет 800. То есть, это чистая физика, здесь надо развить усилие на определенное время и его удержать. Такое, чтобы этот импульс передался вот этому всему длинному составу. То есть, там же и сцепка влияет, и все, и количество осей, то есть, ну, все вот эти параметры надо учитывать. Поэтому и тренировки состоят в том, чтобы вот это усилие имитировать. Мы работали с грузовиками, с газелями, которые ставили под уклон, работали с оборудованием силового экстрима тоже на удержание и съем веса. Ну, вторая репетиция показала, что, да, результаты есть, и, в принципе, ну, какие-то технические моменты мы вот эти учли и успешно решили. Насколько это опасно? Ну, видите, один парень у нас в самом начале поломался. Очень печально, потому что это завершение сезона было, ему надо было бы уже отдыхать, и вот так вот получилось. Так прям под поиск, конечно, не попадешь, но все, что связано с максимальными весами и какими-то достижениями, это все связано с перенагрузкой, перенапряжением и риском для здоровья. Получается, что вы осознанно идете на этот риск? Ну, я же говорю, мы не хотим, как спортсмены, стоять в стороне от каких-то исторических событий. То есть, да, мы так хотим, вот, хотим подарить своим соотечественникам вот такое достижение, показать, что мы тоже причастны и неравнодушны. Перейдем к планам на следующий год. Анатолий, есть ли какие-то у вас сейчас перспективы и планы на следующий год по новым рекордам? У меня сейчас отдых неделька, и с понедельника я начинаю готовиться, это в экипировке будет у меня чемпионат, и без экипировки, а там и будем смотреть, куда мы поедем. Или мы поедем на чемпионат Европы, или на чемпионат мира. Ну, будем уже выбирать, зависимо, как, ну, как я буду выступать. И плюс, надо бить в экипировке мировой рекорд, который стоит уже два года, это 328, ну, на России я больше поднимал, 330 с половиной. Так что сейчас будут усилия на этот рекорд. И плюс в экипировке, ой, без экипировки я тоже буду, ну, пытаться снять рекорд. Хотя в этот раз все могло бы получиться. Михаил, а если говорить о севастопольских спортсменах, вот, скажем так, не настолько титулованных и профессиональных, какие соревнования их ждут в следующем году? У нас всегда очень плотный график различного уровня соревнований. Естественно, что федерация выполняет свой внутренний календарный план спортивных мероприятий. Это и массовые мероприятия, и спортивные. Это чемпионаты города по пауэрлифтингу, и по жиму, и первенство, и среди ветеранов. То есть мы и возрастные группы все закрываем. Ну, естественно, что выездные соревнования – это чемпионаты первенства России, Кубки России, международные соревнования. Ну, и вот в следующем году мы взяли на себя такую ответственность принять чемпионат южного и северокавказского федеральных округов по жиму лёжа. Это отдельная дисциплина пауэрлифтинга. Ну, для нас это большая ответственность, потому что, во-первых, мы ожидаем большое количество спортсменов, во-вторых, достаточно высокие там технические требования предъявляются и к оборудованию, и к помещению, и уровню проведения, к секретариату и так далее. Когда они пройдут? Ну, планируется где-то приблизительно середина сентября следующего года. Опа мероприятия? Ну, это будет… Нет, это объединённые, это два округа объединяются. Это чемпионат и первенство, то есть и молодёжь, и взрослые, и ветераны будут. А насколько я знаю, что ещё евразийские игры 2020 года тоже пройдут… Точнее, Севастополь тоже будет задействован в их организации. Расскажите, пожалуйста, подробнее. Ну, это такой комплексный проект. Я не могу сказать, что именно федерация это делает. Это проект управления по делам молодёжи и спорта. Естественно, проводящей организацией будет и федерация пауэрлифтинга, и ассоциация российских силачей, и оргкомитет отдельно. Потому что задача стоит провести его лучше, чем в этом году. А в этом году нам удалось провести в рамках этого фестиваля международный турнир по селовому экстриму, в котором принял участие представители шести стран. Получилась у нас, ну, как бы охваченная территория всей Евразии. Это было Китай, и Латвия, и Казахстан, Узбекистан, Беларусь, Россия. Хотелось бы в 2020 году сделать уже формат такого чемпионата мира, то есть с других континентов, пригласить спортсменов. Может быть, какие-то делегации, то есть сейчас идут переговоры. Возможно, в Соединённые Штаты будет какой-то представитель, возможно, из Японии какие-то спортсмены. Но это всё будет в процессе переговоров понятно. Где-то, вот, может, в апреле, в мае мы будем знать уже точно, что эти страны будут. Ну, хотелось бы хотя бы десяток стран собрать. Как Вы оцениваете вообще шансы севастопольских спортсменов на этом соревновании? Ну, здесь так нельзя рассматривать, потому что это международный старт будет всё равно, хотя и в формате массового мероприятия. Но, тем не менее, там будет очень серьёзная конкуренция. И, скорее всего, будут Россию представлять две команды. Ну, так как мы организаторы, мы можем не одну, а две выставить команды. И это будут сильнейшие люди России, которые отобраны путём соревнований всего 2019 года. То есть это уже заведомо будут сильные атлеты, универсалы, которые будут способны выполнять всю программу турнира. Остаётся пожелать Вам только успехов, удачи и, конечно же, новых рекордов. Спасибо. Напомним, сегодня гостями нашей студии были мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу Анатолий Горячок и член Президиума Ассоциации Российских Силачей и старший тренер Федерации пауэрлифтинга Севастополя Михаил Палер. Спасибо. Вы смотрели программу «Актуальное интервью». С вами была Кударья Гзюнова. До встречи.